Тельцы, приветствую вас, мои дорогие. Давайте посмотрим ваш расклад на февраль месяц. Первая карта для вас, карта Королева Пентакли. Королева Пентакли показывает ваше благо, ваша стабильность. В начале месяца она у вас уже есть. Для вас, мои дорогие женщины, я скажу так, обращайте внимание на ваше здоровье, потому что эта карта нам говорит, может быть какие-то боли в спине, может ноги что-то болеть. Для мужчины это ваша женщина, которая рядом с вами, за которой нужно будет обращать внимание на ее здоровье, вот именно уже в начале феврале. Давайте посмотрим следующая карта, что вам в высшей силе подсказывает. Следующая карта Суд. Знаете, эта карта говорит о том, что сгореть дотла и возобновиться заново. Может здесь, может такое состояние, когда вы после каких-то перемен, и вам трудно, вы горите изнутри. Но это должно происходить, потому что по Суду это как высшие силы вам дали такое, знаете, испытание в жизни, чтобы вы ее прошли. Здесь просто нужно понимать, что когда идут наши перемены в нашей жизни, мы должны это пройти, потому что мы после этого становимся более стабильными, более, знаете, у нас какие-то возможности появляются, более, знаете, более уверены даже в себе. Давайте посмотрим следующая карта на начало месяца, что вам высшие силы подсказывает. Двойка жезлов. Двойка жезлов показывает, знаете, ваша привязка. Ваша привязка к том месте, где вы находитесь, на той работе, где вы находитесь, в тех отношениях. Пока вот в начале феврале вы находите вот именно в той привязке. Еще я хочу сказать для некоторых, эта карта еще показывает, что у вас любовная привязка, да, вы не можете отпускать человека, да, вы пока не можете это сделать. Поэтому и показывает, что вы горите изнутри. Почему у вас привязка, может быть, какие-то здесь разводные процессы еще происходили, какие-то суды у вас может быть, и поэтому вы сильно очень привязаны еще к человеку. Но здесь более информация идет для женщины. Давайте посмотрим следующая карта, что это на середине высшие силы вам говорят. Это четверка кубка. Четверка кубка, вот поэтому говорит, что обращайте внимание на ваше здоровье. Почему то, что здесь идет, знаете, как пустотное депрессивное состояние. Здесь еще вот, знаете, в этой карте высшие силы дают вам помощь, да, они вам дают, чтобы вы что-то меняли в вашей жизни. Но вы не хотите отпускать, вы пока привязаны, да. Здесь по этой карте я могу сказать, что для того, чтобы вы это перебороли, если вы сами не можете это делать, здесь как бы идет чистка, здесь идет, знаете, обрубка своих родовых программ, здесь как бы усиление своей женской энергетики и защита. Здесь для того, чтобы вы ушли от такой состояния, если это самостоятельно не можете делать. Давайте посмотрим следующая карта, что вам высшие силы говорят. Карта говорит ту с жеслом, только ваше стремление, да. Благодаря вот то, что вы будете вот на середине месяца бороться, убрать это из вашей жизни, то вы сможете пройти вот это, вот эти перемены в вашей жизни. Здесь только вы можете это сделать, да. Здесь никто, кроме вас, этого не сделает. Потому что здесь может быть то, что вы до этого ждали, что кто-то сделает за вас, да. Может быть, если для мужчины вы ждали, что женщина как бы это сделает. Но я хочу сказать, что здесь вы сами должны вот это решение брать, да, вот это стремление, да, вы должны стремиться вот убрать, даже вот должны стремиться вот это состояние ваше, вот депрессивное, убрать вот даже на середине месяца. Давайте посмотрим следующая карта. Это семерка кубков. Семерка кубков показывает ваши иллюзии, ваши фантазии. Поэтому вы и стоите, знаете, вот такой привязанный. Здесь очень сильно показывает то, что это любовная привязка, да, и вы горите изнутри. Здесь просто нужно не жить фантазиями, да, не нужно жить вот этими иллюзиями. Потому что это только в вашей голове, это только в вашем мысли. В жизни это у вас не происходит. Поэтому вам нужно на середину бороться и убрать это из вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, что вам высшие силы подсказывает. Отшельник. Знаете, здесь как самоанализ, внутренний самоанализ, да, вы копаете внутри себя, да. Даже если вы находите в отношении, вы всё-таки чувствуете себя одинокими, да, вы всё-таки ищете, да. Вы, если я скажу так, вы понимаете, что у вас очень сильная привязка есть, но вы понимаете, что, знаете, как такое состояние, когда вы хотите уходить, и вы не хотите уходить, да, вот у вас, хотя вы делаете шаг вперёд и два назад, у вас этого не получается, да, потому что вы понимаете, вы иногда можете задать себе, если это такой вопрос, почему я так сильно привязан, почему я так сильно, хотя я хочу уходить, хочу я, я не хочу здесь находиться, но меня как будто что-то держит, кому как будто что-то не отпускает. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, это тройка кубков, тройка кубка почему показывает, здесь может быть почему у вас вы столько себя знаете чувствовать, потому что уже под конец месяца вы должны, даже если находите одинокие вот женщины и мужчины, вы должны в конец месяца порадовать себя, да, может куда-то поехать, может куда-то отдохнуть, может где-то даже себе купить какой-то подарок, порадовать себя, да, знаете усилить. Свою же вот этой энергии, да, вот то, что чувство, что вы хотите быть счастливы, здесь просто нужно вот бороться, убрать вот эти ваши иллюзии. Давайте посмотрим следующая карта, что вам высшие силы советуют в этом случае, тройка пентаклей, вот тройка пентаклей, вот этот месяц на протяжении всего месяца вы должны себя улучшить, даже если это касается рабочие моменты, вы должны вкладывать в это повышение квалификации, повышение ваших знаний, даже повышение, знаете, самого себя как человека, если вы можете, ну у вас есть такие знания, которые вы можете тоже преподавать, вот благодаря этому вы сами себя поднимете, да, потому что, почему здесь вот есть возможность, потому что здесь этот месяц, когда вы должны улучшить себя, это тот период, когда вы это можете спокойно сделать. Конечно, мои дорогие, это общий расклад, для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране, и для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube канале.